Татьяна Кулик не верит, что Симонова могла пойти на преступление из-за карьерных амбиций. Она хочет как можно скорее допросить Александру. Покатилов раскаивается в своих поступках. Он пишет заявление об уходе с работы. Пётр Палыч говорит Литке, что готов признать их ребёнка. Стас выдвигает командиру свою версию лицейского дела. Он намекает, что командир, дав нужные ему показания в суде, может избежать тюрьмы. Татьяна Кулик сомневается в порядочности Стаса. Она подозревает, что Матвеев знает о преступлении гораздо больше, чем говорит. Татьяна Ивановна, я давно заметил, что вы ко мне относитесь как-то предвзятно. А между прочим, со своей Настенькой шведской вы носитесь как красная шапочка с корзинкой для пирожков. А я у вас всё время неугодный нищий пасынок. А между прочим, я стараюсь. Вот именно, Стас, что стараешься ты. Между прочим. А у нас до сих пор что? Ноль сведений об институте геологии. Так? Зав. лаборатория ты нашёл? Не нашёл. Об утечке секретного вещества из лаборатории что-нибудь узнал? Не узнал. Зато пока меня нет, успел несколько раз сходить к Сухорокову в кабинет и, видимо, получить инструктаж. Ну что вы такое говорите? Просто мы с ним разговаривали. Интересно, о чём вы с ним просто разговаривали, Стас? Дело в том, что вас очень часто не бывает на рабочем месте. А, вот. И поэтому я зашёл к нему, чтобы отчитаться о проделанной работе. И, между прочим, моей эффектной подачей он был очень доволен результатами работы. А вы меня, опять же, ругаете. Он был доволен чем-то конкретным, я надеюсь? Не поверите. Доволен он был почти всем. Почему я поверю? Ну, в первую очередь, обыскому Голубеву. То есть, хвалил он в основном тебя, благодаря твоей, как ты выразил, эффективной подаче. Ясно. Что ж, давай перейдём к делу. Я сейчас уезжаю на допрос. Прошу тебя последний раз, чтобы к моему возвращению, вот здесь, на моём столе, лежал отчёт, каким образом из института геологии мог пропасть Барбазин. Симонова! На допрос следователя. Эй! Я жду денег. Стоять лицом к стене. Здрасте. Явилась? Не запылилась? Срочная что? Угу. Скажи-ка ты мне, куда ты делала коньяк и конфеты наши? А? А когда это у тебя были свои коньяк и конфеты? Сколько себя помню, чё нам дарили, мы то передаривали. Никогда своего не было. А эти ты вообще в церкви стащила. Чё ты говоришь-то? В какой церкви? Давай, говори, где? Куда ты делала коньяк и конфеты? Где? Где надо? Ну, ну, всё. Ну, у меня правда, у меня к тебе дело поважнее есть. Ну, ты даёшь. Ты видела, что ко мне приходил Сашкин жених? О, красавец. Агроном на партсобрании. А, а. А я иду дома, чё-то у нас в зале свет горит. Чё это такое? Ну, в общем, если тебя чё спросят-то, ты молчи. Прям как пионер на допросе. Ты ничего не видела. Никого. Ну, а кто, кто спросит-то? Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Максимович. Садитесь, пожалуйста. Вы уже связались со своим адвокатом? А у него нет. Как-то до сих пор не было в этом необходимости. Но, видимо, теперь появилось. Вам его назначить? А надо? Да. А зачем? В моём деле столько нелепого. По-моему, всё так очевидно. Александра Максимовна, против вас серьёзные улики. Послушайте, я когда думала о том, что произошло, такое ощущение возникло, что просто кто-то умело, как говорят мои ученики, перевёл на меня стрелки. Да? И кто же это? Вот не знаю. Пока. То есть вы продолжаете утверждать, что не имеете отношений ни к одному преступлению, совершённому в лицее? Конечно. Продолжаю утверждать. Нет. Ну, смотрите, у меня пропала чашка. Точнее, её украли. Человек, который мог это сделать, вхож в лицей. Более того, он знает, где находится комната отдыха учителей. Погодите, Александр Максимовна, с чашкой мы ещё разберёмся. А вот как вы объясните тот факт, что у вас дома найдена крышка со следами барбазина? Милиция будет спрашивать, вот кто. Ага. Ты что-нибудь украла? Я же тебе просила, чужое без спроса не бери. Ой, она начала свою песню, любимую. Только повод дай. Ты меня, главное, сейчас слушай. И запоминай. Ну? Вот кто бы, чего не спросил тебя. Ты, главное, прям так и говори. Ничего не знаю. Прям на своём держи. Ничего не знаю. Так, да. Ну, ещё можешь так сказать. Да, было дело, приходил он. С Сашкой приходил. К нам в дом, женихом её представлялся. Но больше... Ничего не знаю. Ничего не знаю. Это попросту, значит, это лохов бананами кормить, да? Угу. А батюшка знает? Про что? Ну, что ты дома сеешь блатной жаргон-то? Не цепляйся за слова. Не слово главное, образ мыслей. Ты скажи мне, почему я должна по твоей милости других людей-то обмануть? Хорошо. Когда вы в последний раз видели Королёву? Тогда же, когда и вы, ну, в кабинете директора... Ну, помните, нас Лида повела смотреть на этот флакончик, крышку эту, от флакона с сердечными каплями. А после этого вы в Королёву в кабинет не заходили? Заходила. Ну, с покатилом. Угу. Когда Валя была уже без сознания. Хорошо. А как вы объясните тот факт, что при обыске у вашей подопечной Голубевой был найден флакон со следами яда? Я, к сожалению, не могу это объяснить, но... Я точно знаю, травиата невиннейшее существо, добродушное и дружелюбное. И кто-то этим воспользовался. Кто-то? Александр Максим, а почему вы постоянно намекаете на какого-то злоумышленника? А потому что я вижу два отдельных преступления и два отдельных мотива. Сашкин, этот жених, он мне понравился, в общем, он мне. Ну, заметно. Ну, и чего? Ну, как мужика приводить-то? Да просто, ну как? Ну, повкуснее накормить, помягче уложить. Некоторые зелья отваривают, например. Ну, что ты вечно, господи, ну что ты... Ой, вы уже говорите невозможно. Ну, какое зелье? При чем тут зелье-то? Ну, я так, к слову. Я считаю, что главное показать мужику, что ты с ним, ну, заодно, в одном деле, понимаешь? Что друг ему. Правильно. Ну. Так. Вот я и начала его расспрашивать. Почему он не веселый такой там, о чем все время задумывается? Угу. Ну вот, ну. Проблемы на самом деле у него оказались не детские. А что он такое сделал-то? Там у него был один друг. Как? Был этот друг, ну, и как обычно. Потом он у него вел девушку и другом перестал быть. И вдруг этого друга берут и убивают. Представляешь? Ну, естественно. На кого подумали? Подумали, что этот командир убил. И ему пришлось вообще бежать из города. И он убежал, думал, все. Приехал сюда, его и здесь достали. Представляешь? Ну, надо же, ну, надо же. Подожди, а вдруг этот... А вдруг он сам убил? Правда. Друга-то своего, ну, здоровенный, амбалта. Да он одним пальцем мамонта пришибить может. Ну, какой мамонт? Какой убил мамонт? Вообще, мне это не интересует. Пусть мужики между собой разбираются. Мне-то какая разница? Правильно. Вот это я люблю, когда они между собой сами. Ну. Ты мне скажи, ты секреты вообще можешь держать? Только не так, как в прошлый раз. Ты что, замуж за него собралась, да? Ну, при чем тут замуж? Господи, мам, ну ей-богу. Ну, я тебе про одно говорю. Ты мне вообще по какой-то двадцать пятая прям. Замужество-то для меня вообще, я не знаю, какой-то десерт никому не нужен. Меня сейчас интересуют основные блюда. Это хотя бы, понимаешь? Ну, я очень даже понимаю. Ну, кто же после киселя гороховый суп-то ест? Понятно все? Ну, вот. Я и хочу. Вот пусть он увидит, какой я друг ему. Это главное, мам. Какой друг? Уважаю. Как все ты прям, Муна, так все вот простроила прям. А? Ну, молодец. Уважаю. А раньше что-то меня не уважала, что ли? Ну, ладно, слушай. Если ты меня уважаешь, то давай так уже вместе тогда и держать оборону. Давай. Ну, что он уже как-то мимо меня не проскочил. Все-таки тоже не девочка. Ну, а тогда уже мне он достанется прям вот десерт-то. Собственно, в соку на золотом блюде. Ну, почему совершили первое преступление, я не знаю. А по поводу второго, ну, по-моему, все очень очевидно. А Королеву отравили, чтобы она не шла в прокуратуру с уликой. А почему вы считаете, крышку найденную в столовой уликой? Ну, как, ну, преступник, видимо, капнул из флакона в еду или питье, уронил крышку. По какой-то причине не смог ее поднять, в столовой толпились люди. Потом она так неудачно закатилась, что ее не нашли ни при одном обыске. А ведь на ней же могли быть не только следы яда, но и отпечатки пальцев отравителя. Что значит, не нашли ни при одном обыске? Крышку нашли у вас, Александра Максимовна, в квартире. У меня? Да. У меня в квартире? Да. А что, разве наш сотрудник не объяснил вам причины задержания? Просто после его объяснения я отключилась и попала в больницу. Да, за это я приношу вам извинения. Действительно, наш сотрудник Матвеев превысил свои полномочия. С этим мы разберемся. Татьяна Ивановна, это же замечательно, что улику нашли у меня дома. Ну, вот, пожалуй, и все. Ну, что, Витя, ты просто молодец. У девчонок, кажется, настроение поднялось? Спасибо вам. У нас ничего не болит, и нас обещали скоро выписать. Слава вам. Правда, Виктор Степанович? Да, да. Послушайте, девчонки, у вас есть на чем музыку послушать? Нам мама наша, Анна Константиновна, флееры подарила. Замечательно. Я вот-вот вам принесла диск со своими песнями. Послушаете, ладно? Вау, вот это да. Хорошо, спасибо. А что значит со своими песнями? Жанна Николаевна эти песни сама написала. Да, я... И голос у нее особого свойства. Вот какого, вы сразу поймете, как только послушаете. Ну, а вот я, как врач, я вам прописываю слушать их трижды в день. После еды. Договорились? Хорошо. Ну, все, спасибо. До свидания. Ну, а сейчас мы пойдем с Виктором Степановичем побеседуем. Хорошо. Поздоравливаемся. До свидания. Ну что, чао-какао. До свидания. Пойди слушать. Ну, а вот, Виктор, посмотри, я тут составил схему применения препаратов. Кстати, вами занимается самая современная лаборатория. А как вы этого добились? Ну, я попросил. И мы же когда они узнали, что отравлены дети. Да. Скажите, а у вас сохранились связи? Ну, связи с людьми я сохраняю. Но дело в том, что вот с системой, да, никаких связей нет. Ну, хорошо, Виктор, значит, дело сдвинулось, так что вперед и с песней. Спасибо вам, Иван Тимофеевич, если бы не вы с Александрой Максимовной. А, нет, вы еще не слышали песен госпожи Ганской, да-да-да. И после ее магического голоса в вашей больнице некого будет лечить. Да, ну что ж, до свидания. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Ну, как дела у твоей Сашеньки? Понравилось. Ты знаешь, я люблю женщин, у которых женский профессионализм уходит на задний план. Это у Сашки-то профессионализм уходит на задний план. Что ж тогда, прости, выходит Крампе? Человек с его интересами, работой, влечениями. Подожди, а что ты тогда называешь женским профессионализмом? Это зацикленность на мужиках. Ой. Да, и на способах привлечения их самих, и их финансов. Знаешь, милый, ты тут переплюнул даже феминисток. Напротив. Сегодня я выступаю в защиту рода мужского. Ну, очень же неинтересно все время ощущать себя в роли дичи. Ну, например, поймали голубчика на красивую приманку, плюхнули в семейный садок. А дальше что? Ведь иногда и поговорить хочется. Ах, слушай, Леший, а я всегда считала тебя ценителем женственности. Да, некоторым особям женского рода удается ее успешно сочетать с лучшими человеческими качествами и почти Эйнштейновским интеллектом. Что значит замечательно? Александра Максимовна, вы понимаете, что вы говорите? Скажите, вы себя нормально чувствуете? Нет, я гарантирую, что вменяемо. Просто, да нет, вы поймите, просто теперь найти человека, который кружит около меня и морочит вам голову, намного проще. Первое, он должен быть вхож в лицей, чтобы украсть мою чашку. И второе, в мой дом, чтобы подбросить улику мне в квартиру. И согласитесь, таких людей, их же намного меньше, чем сотрудников лицея или там, просто моих знакомых. Да? Вам не откажешь в аналитических способностях, Александра Максимовна. Ну, знаете, когда грозит пожизненное заключение, аналитические способности обостряются. Ну и к каким выводам вы пришли, перебрав ваших знакомых? Подозреваете Покатилова? Нет, нет, он не был у меня дома. А учителя? Никто, ни разу. Я трудно схожу с людьми. Родители ваших учеников? Ну, мы встречались в лицее, у меня... Нет. Нет. Хотя, ну, был один человек, но... И кто же это? Ну, он приходил по поводу проблем родительского комитета, ну, два или три раза. Назовите его фамилию. Да нет, он долго не задерживался. Александр Максимович, назовите его фамилию. Бурников. Спасибо, девушка. Жанна, вот ты молчишь. Я молчу. Ты продолжаешь молчать, но я уже не могу... Так ты что-то решила с Америкой? Ты едешь? Нет. Ну, ты что, ты долго будешь молчать? Я думаю. Ничего я не решила, Иван. У меня, как говорят шахматисты, полный цукцванг. Любой ход ведет к проигрышу. Здесь останусь. Не закончу исследования, пропадут годы работы. Улечу за океан, разорву себе сердце. Жанна, американцы прагматичны. Они долго ждать не будут. Ты полетишь со мной? Ой, Жанна, а ты помнишь, Будда на Венере сидит на лотосе и медитирует? Помнишь? Леший, иди ты к Лешему. Ты можешь, как человек, сказать, что делать. Жанна, ты у нас серьезный, заслуженный, даже профессор. И вот такая нервная, нетерпеливая. Я же остановился на Будде, который сидит на цветке лотоса, скрестив ноги. Это принципиальная деталь? Не принципиальных деталей нет. Детали решают все. Так вот, сиди там, смотрит на Землю. Подумай, может, и тебе стоит посмотреть на свои проблемы из космоса. Да нет, Татьяна Ивановна, я бы на вашем месте не застряла внимания на борт. С вашего позволения следствие все-таки буду вести я. Хорошо? Ну, есть еще один человек. Лита Олейникова. То есть? Ну, она вхожа в лице и недавно была у меня. А зачем она к вам заходила? Не знаю. Я не знаю. Хоть мы с ней сестры, но мы не поддерживаем родственных отношений. Вы с Олейниковой сестры? Ну да, у нас один отец. Почему ни вы, ни она никогда нам об этом не говорили? Ну, просто историю нашего родства приятно не назовешь. Отец бросил Лидину мать и ушел к другой женщине, к моей матери. Потом я родилась, а Лидина мама до сих пор не может его простить. И воспитала Лиду в ненависти ко мне и моим родителям. Да, сколько же интересного можно узнать о человеке за одну минуту. А есть ли еще люди, вхожие в лицей и в ваш дом? Ну, есть один человек. Я не буду о нем говорить сейчас. Я пока все не выясню сама. Вы имеете в виду Джеффри Коллинза? Ты знаешь, это простейший психологический прием. И можно овладеть за две минуты. При взгляде из космоса наши проблемы уменьшаются до точки. Все? Нет. Некоторые вовсе исчезают. А те, которые остаются, вот это и есть настоящее. Я 300 раз уже смотрела. И через туманность Андромеды, и со спиральной галактики, в созвездии Гончих Псовы, даже с края Вселенной, как ни крути, все равно эти две проблемы остаются нерешенными. Леший, поехали со мной, поженимся и полетим. А я еще хвалил за отсутствие женского профессионализма. Она потенциального мужа ловит в свои сети. Америка извлекает. Жанночка, ну ты прекрасно знаешь, как я тебя люблю и ценю. Ну, мистером Ганским я не могу быть, не хочу и не буду. Так, да, давай полетим, как господин и госпожа Леший. А ведь меня туда никто не зовет. И она знает, что я ни за какие коврижки туда не поеду. Они просто не знают тебя. Занночка, ну перестань меня убеждать, что я кое-что забыл в твоей Америке. А вот тебе я скажу. Лети. И ты же никогда никакому лешему не простишь, что пропадут труды долгих лет. Никакая любовь тебя не спасет. Лети. Лети. И реши проблему жизни. И ты знай, что у тебя всегда есть я. Здесь. Дома. Я не хочу об этом говорить. Понимаю. Мы вызвали мистера Коллинсона на допрос в прокуратуру. Но он, к сожалению, не явился. Как нам удалось выяснить, Джеффри Коллинс поспешно улетел в Америку. Почему-то отказавшись явиться в прокуратуру и пролить свет на некоторые детали. Что вы имеете в виду? Ну, например, мнимое отравление его дочери Сары. Джефф, действительно улетел? Да, действительно улетел. Нам известен и номер рейса, и время вылета. Александра Максимовна, неужели вы ничего не знали о его планах покинуть страну? Нет. То есть, его отлет для вас неожиданность? Это мое личное дело. Вам не кажется поведение Джеффри Коллинса достаточно странным? Я не знаю. Я не знаю, что говорить. Я не имею к этому отношению. Александра Максимовна, вы снова ведете себя так, как будто вы жертва чьих-то интриг. Но в то же время совершаете поступки, позволяющие усомниться в вашей невиновности. Не знаю за собой таких поступков. Да? А у нас есть этому документальное подтверждение. И боюсь, что вам будет трудно его опровергнуть. Телепередача журналистских расследований под названием «На самом деле». Вы выходите из квартиры Голубевой с какой-то бутылкой в руках. У вас есть этому объяснение? Да. Расстояние. Такая коварная вещь. Я не смогу без тебя, Леший. Товарищ профессор, что за упадническое настроение? Ладно, так. Все, решение надо применять сейчас. Вы прекрасны. Вот мы посоветовались. И я решил, ты и летишь. А на вручение тебе Нобелевской премии в Стокгольм я обязательно прилечу. И буду там тобой гордиться. Лицемер. Я поняла, ты просто хочешь избавиться от меня. Влюбился в Александру и отправляешь меня в Америку. Ой, да мне там нечего ловить. Я же ее командира не одолею. Да, вот такого отбить барышню нужно свою жизнь положить на это. А моя жизнь принадлежит не только мне, но и тебе. Умеешь говорить. Я, кстати, из-за Александра волнуюсь. Что-то от нее никаких сообщений нет. И телефон заблокирован. Она тебе не звонила? Да нет, у нее были какие-то проблемы. Но думаю, что они уже рассосались. Ну, командир мне не звонил, ничего не сообщал. А это о чем-то говорит. Подожди, ты хочешь сказать, что у них, у обоих проблемы? Жанна! Марш на Венеру! Почему проблемы? Неужели люди не могут исчезнуть от хорошей жизни? На что это ты имеешь в виду? Да, может просто они никого видеть не хотят. Я признаюсь, им завидую. Все-таки ты сделал. Кто сделал и что сделал? Вы знаете, я поступила опрометчиво, отказавшись от адвоката. А, угу. Я не буду давать показания. Я имею право на один звонок. Теоретически, конечно, имеете, но если вы собираетесь звонить владельцу и гиды, то можете не беспокоиться, он задержан. Ну, не поняла. Командир находится у вас? Ну, не знаю, для кого он командир, но боюсь, что ему трудно будет объяснить, каким образом у него на даче был обнаружен барбазин и фотоаппарат покойного охранника Гудкова. КОНЕЦ Чего вы хотели, товарищ полковник? Сержант, что за фигня? Пойди скажи, что я хочу говорить, кулик. Я-то скажу. Ну, а там уж как решат. Ну, пойди скажи. Вася, ты меня достала. Хватит сверлить, хватит пилить мою больную голову. Отложи инструменты в сторону, сама отдохни. Чего тебе это мне надо? Во-первых, я вам не Вася, а во-вторых, вы поступили безнравственно. Яду мне, яду. Правильно. Я бы на вашем месте тоже отравилась. Утопилась бы, повесилась или бросилась под трамвай. Под стиральную машину можешь, под трамвай не надо. Нам еще с тобой, Васенька, долго работать. Не буду я с вами работать, Олег Романович. О, старая песня. Слышу в тысячный раз. Сами сказали, что Симонова вам подруга детства. Послушай, Вася, я снимал ее выход из квартиры на автомате. Автоматически. Откуда я знал, что ее обвинят? Я-то перед ней оправдываюсь. Ой, знаю я вас. У вас уже накатана дорожка. Сначала подсаживайте зрителей на резонансное дело, потом вроде как приносите свои изменения и отматывайте назад. Угу, как с Деметрой. Деточка, а вот святого касаться не надо. Кстати, о святом. Лаурочка, Лаурочка, девочка моя. Как там наши ключики? Ох, Лаурочка, ты еще не знаешь, как я бываю страшен в гневе. Особенно, когда дело касается моих денег. Лаурища, я тебя разорву на американский флаг. Будут только одни полосочки и звездочки. Звездочки и полосочки. Здравствуйте, Лаура Владиславовна. Это вас беспокоит некто Олег Романович Ткачев. Угу. Товарищ полковник, вас на допрос. Кто? Это не ко мне. Вы просились, теперь вас просят. Опять отвечаешь не по форме. Я сказал, что я буду разговаривать только с куликом. Ну, кто пришел? Женщина или этот клоун? Я, честное слово, не знаю. Я тут примерно на таких правах, как и вы. Вызывают, когда надо там. Задание отдают, беги, выполняй. Давай, пойдем. Идешь? Да я понял. Я понял, Лаурочка. Если бы ты только знала, каким я становлюсь понятливым, когда речь идет о моих же деньгах. Лечу, лечу к тебе, дорогая моя, на крыльях самой искренней любви. Как вы можете, Олег Романович? Я вам поверила, как отцу, а вы... Васенька, бесстыдница. Ты что несешь? Ты что, давно... Слушай, давно я тебя не порол. Выпорю ведь, а? Или этой, бабке напишу. Приставать к пожилым мужчинам. При исполнении. А ну-ка, давай садись и смотри на экран. Ты снова звезда эфира. Только не надо, не надо целовать мне руки. Смотри. Уговаривайте меня, лишить ее таких минут славы, а? Уговаривать отказаться от лицейского дела из-за каких-то там моральных зажимов. Надо избавляться от зажимов, Васенька. Давай, смотри на экран. Ой, держись, Ткачев, не поддавайся. Народ хочет знать правду. Смотри, Васенька, смотри. Не получается опять, не выходит. Не получается. А ты на че загадывала? На тебя. А на меня загадывай, не загадывай. У меня все срастется. Угу. Угу. Он был хорошим сыном. Угу. Угу. Ну, смотри, опять передают. Да, видно, это дельцы тряханул их. Здорово. По охранным агентствам. Да и то сказать. Дети. Ну, тише. и бывшего однополчанина. Андрей был совладельцем агентства, так что у него могло быть хорошее будущее. А у него были боевые награды? Своим обедом отстань. Сказала тебе, у нас все срастется. Он всегда говорил. Ничего, ничего, еще будем на собственном мемузине. Моя награда это жизнь. Ездить по поселку, курить давить. Ну, и что это вы за кипиш в камере устроили? Собираетесь сознаться в содеянном? Я рассказал, что я с тобой разговаривать не хочу. Где кулик? Что значит где кулик? Ты что, начальник, чтобы на ковер вызывать? Занята она. Ладно, слушай. Значит, у меня есть свидетель, который может подтвердить, что в день обыска у меня на даче была Лидия Олейникова. Так. И где же этот твой свидетель? Это соседский мальчишка. Мы дружим с его родителями дачами. Зовут Леша Смирнов. Я могу дать адрес, могу дать телефон. Почему ты раньше не сказал? Забыл. Не похож ты на забывчивого. Опять какую-то подляну готовишь? Просто доложи начальству о моих показаниях. Ты говорил, услуга за услугой. Ты помогаешь нам с Симоновой, а я помогу тебе выбраться отсюда. Сначала проверь моего свидетеля, потом поговорим. Думай, товарищ командир, думай. Иначе Дельцына на тебя сшить по фигуре очень просто. Да. Это опять я. Ну что? У меня есть новости. Плохие? Сейчас решим, плохие они или нет. Экспертиза установила и подтвердила, что фотоаппарат принадлежал покойному Гудкову. Там были снимки, и мать Гудкова тоже опознала этот фотоаппарат и предоставила коробку с чеком и серийным номером. Ясно. Ну так. Ну, что с опыском на даче? На даче барбазин. И это уже окончательно подтверждено. А вы Симонова допросили? Допросила. Татьяна Ивановна, вам не кажется все это очень подозрительно? Все эти совпадения, там яд, тут яд, как будто можно просто его купить в аптеке. И со временем опять-таки все совпало. На даче и у Симонова, и в квартире у Голубева. Да ладно. Что-то я уже ничего не соображаю. Пойдай, пожалуй, домой на сегодня. Хорошо. Я еще немножко поработаю. Давай. Повторяю, если ты мне не поможешь свалить все дело на Симонова, загремишь по полной программе. Ну и что ты мне пришьешь? Да все, что угодно. Ну, представь, было два совладельца фирмы. Так? Одного отравили. И кому это все выгодно. А потом для отвода глаз и диет-сестру. Ну, то есть, примелькался в лице своей колоритной фигуры. Так что, свидетелем у меня будет море. пройдем от сюда. Пойдем отсюда. заходи. Принесла? Нет у меня денег. Допрос был, а не свидание. Ты что думаешь? Я тебя за бесплатно здесь буду прикрывать? Симонова, ты сегодня просто звезда. Марш, на свидание. С кем? Я тебе не дворец, и чтоб докладывать, сама увидишь. Слышишь? Денег побольше проси. Стоять. Ильяна. У вас есть 15 минут. Привет, привет, родная. И спасибо, что пришла. Ну да. Ну, как ты здесь? Не знаю. Наверное, бывает хуже. Как там Макс? Шутишь? Тебе сейчас о себе надо думать, а не о Максе. все равно. Была у меня дома? Нет, ну, мне кажется, Марья Ивановна о нем позаботится. Но я зайду. Не волнуйся, я зайду, я проведу, я тебе все доложу, как там обстановка. Саша, а знаешь, куда я сейчас иду? Подписывают новый контракт. А вот и мне подала. Я иду в прокуратуру, чтобы сообщить им, что они задержали тебя незаконно. Лиз, не утруждайся, ты думаешь, это для них новость. Послушай, Саша, я тебя без боя им так не отдам, понятно? Я тебя прошу, не надо туда идти. Будь хотя бы ты на свободе. От них можно ожидать чего угодно. Танюша, что случилось? Да я страсть снимаю. Да я вижу, что страсть. Опыт показывает, чем выше значимость события, тем выше штормовой балл уборки. Ну-ка, сядь, успокойся и расскажи мне все. Расскажи мне. Похоже, мои самые худшие подозрения могут подтвердиться. Трудно поверить в то, что на свете есть потайные ходы. Как же запутаны линии эти, линии чьей-то судьбы. Кто-то находит, кто-то теряет в мире задумчивых грез. Кто-то себе и другим отравляет жизнь, что цвела морем рост. Среди безмолвной пустоты Я вновь услышу голос твой И отрекусь От вечной тьмы В краю твоей души родной Среди безмолвной пустоты